привет мои дорогие я сейчас хочу рассказать про теорию хаоса не доктора хаоса про которого снят сериал там и 150 этих продолжений нет теория хаоса такая классная классная теория там если вы смотрите чертежи там короче такие спиральки да вот мы живем по таким спиралька у нас все постоянно повторяется вот например вспомните свой вчерашний день и сегодняшний день и чем один день от другого отличается ничем вы в одно и то же время встаете вы едите одно и то же в одно и то же время ходите в туалет и идете на работу той же дорогой тем же маршрутом тем же автобусом или что у вас там 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 и вот вот такие спиральки до от каждой спиральки идут еще спиральки от каждой следующей еще идут короче бегудиться вы в чем прикол то вот если вот это знаете тоже на это говорят день сурка когда вы херячите вот по одной по спирали и вот у вас все время одно и то же одно и то же одно и тоже одни и те же люди одни тоже одни и те же завтраки одна и та же работа и вот там есть такие вот развилочки знаете как в сказках русских было там когда илья муромец там доходит до этого перепути да там камень стоит направо пойдешь коня потеряешь налево пойдешь там жизнь потеряешь там там прямо пойдешь что очень потеряешь и вот здесь вот точно так же в этой в этой теории хаоса вот если вы что-то на какой-то там маленький момент меняете в жизни да у вас может вся спиралька пойти по другой спирали от вот этой вашей спирали уйдет какая-нибудь другая спираль а там будут возможности перейти на другие спирали вот эти вот возможности вот эти вот переулочки где вы можете уйти это ваши шансы в жизни вы можете пользоваться шансами можете не пользоваться вы можете всю жизнь пройти вот идти по этой спирали и вот в дню сурка родиться и в день сурка умереть вот будет ваш первый день сурка и ваш последний день сурка а если вы будете использовать все шансы которые ну все но некоторые вы будете взвешивать свои решения и принимать какие-то шаги, чтобы сойти с этих спиралек, у вас жизнь будет меняться, и вы можете попасть черт знает куда, используя эти шансы. Например, вы всегда ходили вот одной дорогой, да, а вот сегодня вы раз пошли по другой, а там были другие возможности, на этой другой дороге вы, может, встретили какого-то другого человека, который вам что-то сказал, вам что-то предложил, у вас все изменилось. Например, да, вы читаете объявление, вот этот ваш шанс, там написано, что где-то работа, где-то ищут людей на работу. Вот это ваш ответвление от вашей спиральки. Вы сейчас можете написать CV, да, как-то по-русски, не знаю, ну туда сходить, предложить себя на это место работы, а можете не предложить. Вот уже видите, вы сделали беточек. Вас могут взять, могут не взять. Вы можете пойти, вы можете согласиться, не согласиться. Вот каждый раз, когда вы принимаете какое-либо решение, вы меняете вот эти спиральки. И вот представьте, вы взяли эту работу, вы пошли на эту работу, и меняется все в вашей жизни. Вы в другое время начинаете вставать на работу. У вас другие люди, с которыми вы общаетесь. У вас, вы едите уже в другое время, вы даже в другое время в туалет ходите. Все меняется. А там вот на этой новой работе, возможно, вы познакомитесь с кем-то. Вас, например, какой-то парень пригласит в кафе, и вы, у вас опять выбор. Вы можете согласиться, можете не согласиться. А можете согласиться. Если не согласитесь, дальше по этой новой спиральке струячьте в своем дне сурка. А если вы согласитесь, вы пойдете с ним в кафе. А у вас может закрутиться роман? У вас потом могут от этого появиться дети? Это может быть единственное, а свидание может быть не единственное. Все может измениться. Так. Всегда мне что-нибудь напишет или позвонит. И вот, если вы будете всю жизнь одно и то же делать, ну, ничего у вас не изменится. Знаете, вот как анекдот был, да? Напишите на моем, на гробном камне, что родился, родился мертвым. Ну, вот, типа того. Будете струячить по этой спирали по одной всю жизнь. Вот так вот и умрете, умрете. Родитесь, родитесь мертвым. Да? А если вы будете пользоваться вот этими моментами, соскакивать с этих спиралек, на другие спиральки, то ваша жизнь может измениться очень сильно. И вам неизвестно, куда эти спиральки вас приведут. Потому что вот каждый вот этот вот перекрёсток на этой спиральке это новый шанс и выход на другую реальность. А вот вспомните, сколько вы таких всяких реальностей просрали в своей жизни. Не согласились, не пошли куда-то, не познакомились, не поехали. Вот даже, вы знаете, вот берёте путёпку, куда-то едете, а там какие-то другие шансы, а там другие люди, другие предложения. У меня, например, вот подруга, с которой мы сейчас очень тесно общаемся, я записалась на курс, и вот мы там сидели, за столом менялись с телефонами. Я взяла телефон девочке, через полгода я ей позвонила, а теперь мы ездим друг к другу в гости и дружим очень сильно. И вот даже хотим съехаться и вместе жить. Ну, не как пара, а просто как две вот соседки. В одном доме хотим снять две квартиры, чтобы помогать на старости лет. У него никого нет, у меня никого нет. Вот такие вот пироги. Вы никогда не знаете, что будет за поворотом. Ну, конечно, если по прямой струячить, то ничего не будет, да, вы всю линию видите вперёд, ничего там не изменится. Если что-то действительно там вам дерево на ногу упадёт, там, не знаю, кирпич, только так. Пользуйтесь шансами, меняйте свою жизнь. К старому всегда можно уйти, а нового можно никогда и не получить. Так что всем там пока, привет, давайте. Чё-чё-чё.